приветствуем вас друзья на канале даниила и лариса сегодня хотим познакомить вас с рецептом очень популярного очень известного сыра чечил или чечил в общем википедия говорит что этот сыр имеет армянские корни но утверждать не буду чтобы никого не обидеть у нас в украине очень много этого сыра производят это знакомая всем нам косичка ну в первую очередь для меня сыр чечил является отличной закуской к пиву не обессудьте сегодня сделаем два варианта классическую косичку и сделаем сырные палочки с паприкой ну вот вы знаете этот сыр чечил продается в вакуумных упаковках продается либо в виде косички либо в виде вот таких вот сырных палочек ну на мой взгляд это все-таки в основном закусочный сыр так сказать но это опять же таки моё личное мнение итак друзья что же нам понадобится для этого итак в первую очередь естественно молоко молоко мы используем вчерашнее на нем поднялись сливки и часть сливок мы сейчас снимем то есть мы снимаем не сепарируем молоко просто снимаем часть сливок причем эту процедуру можно не делать почему мы снимаем сливки мы делаем из них сметану и домашнее масло если вам интересно у нас на канале есть видео в разделе сыры есть видео как приготовить домашнюю сметану и как приготовить домашнее масло можете посмотреть и навсегда забыть о том суррогате как масло которая продается в магазинах, это не масло. Там, на самом деле, мы заморачивались с Ларисой, ну, как бы определяли, из чего оно состоит. В основном, ну, тоже, опять же, не хочу никого обидеть, несколько видов масла мы разбирали, так сказать. 50-60% растительных жиров, естественно, это не сливочное масло. Вот мы готовим домашнее сливочное масло, поэтому сливки снимаем исключительно из этих соображений. То есть, в принципе, сыр чичил или косичку можно готовить из обычного молока цельного, не снимая, не отделяя сливки. Помимо этого, нам понадобится термофильная закваска, понадобится молокосвертывающий сычужный фермент и понадобится раствор хлористого кальция. Друзья, по поводу количества закваски, в описании видео я размещу количество, исходя из 6 литров молока. Мы сейчас будем готовить из 10 литров молока, потому что половина у нас пойдет на американский сыр, потому что мы хачапури любим делать, а вторая половина пойдет именно на чичил. Вот, поэтому по количеству сейчас рассказывать не буду. Ну, или, в принципе, сразу же скажу, смотрите, для того, чтобы приготовить там какое-то оптимальное, ну, полкило косички, нам надо использовать 4 литра молока. Значит, на 4 литра молока нам понадобится сухой термофильной закваски 1 восьмая чайной ложки. Сухого молокосвертывающего фермента мы используем не сычужный фермент, используем растительный химозин, потому что он более прогнозируемый. Сухого молокосвертывающего фермента 1 четвертая чайной ложки. И также нам понадобится 10% раствор хлористого кальция. Значит, по поводу хлористого кальция, если мы молоко используем цельное, то на 4 литра мы берем 4 мл раствора 10% хлористого кальция. Если мы молоко пастеризуем, тогда дозу удваиваем. То есть на 4 литра молока 8 мл раствора 10% хлористого кальция. По поводу оборудования нам понадобится водяная баня. Мы используем мармит. Это прибор для линии раздачи столовых. Кстати, если кому-то интересно, очень часто задают по поводу этого прибора вопросы. Напишите комментарий. Если действительно интересует, если будет хотя бы десяток комментариев по поводу обзора, я сделаю обзор именно нашего мармита Харека. Помимо этого, нам понадобится форма, понадобится друшлаг, понадобится нож для разрезания сгустка. И мы используем вот такую логлину для разрезания сгустка. Но если ее нет, то подойдет нож. Естественно, ложка для того, чтобы мешать сгусток. И обязательно нам понадобится термометр. Мы используем вот такой вот кулинарный термометр с выносным щупом для того, чтобы замерять температуру молока, дорогие друзья. Но я думаю, что лишнее говорить, что все это оборудование должно быть стерильное. То есть оно должно быть как минимум обоззаражено кипятком. Ну вот, собственно говоря, что мы и сделали. Итак, друзья, первое, что мы сделаем, это снимем сливки с молочка. Сливки мы снимаем вот простым таким бабушкиным методом, ложечкой. Ну, собственно говоря, молоко можно сепарировать, но если мы используем сепарированное молоко, мы полностью отделяем сливки. То есть тогда можно действовать так. Допустим, вы готовите из 4 литров молока. Ну, к примеру, конечно. Или давайте возьмем 10 литров молока. Готовите из 10 литров молока. Вы 5 сепарируете, 5 берете цельного. Потом смешиваете и получаете нормальное молоко для приготовления сыров. Ну и в то же время получаете сливки для того, чтобы сделать сметанку или масло. Ну, собственно говоря, вот сливки я снимаю так ложечкой. Ну, мне так удобно на самом деле. Еще более удобно будет, если ложечку согнуть под 90 градусов. Или можно тоже использовать большой медицинский или кулинарный шприц. И вот методом просто всасывания сверху молока собрать сливки. Почему молоко используется... Почему не используется для сыроварения свежее молоко? В нем очень много активных элементов всяких, которые в течение вот суток молочно-кислые бактерии подавляют их. И, собственно говоря, сами молочно-кислые бактерии хорошенько развиваются. Ну, друзья, отобрали примерно... Хватит же тогда? Отобрали примерно с 3-х литровой банки 250 грамм сливок. И теперь это молоко будем из него готовить наш чичил. В первую очередь, дорогие друзья, молочко процедим. Мы используем друшлячок и марлечку. Так как молоко у нас фермерское, то есть, возможно, там при переливании, хотя мы фермеру доверяем, но никогда у нас ничего не попадало в молоко, но все-таки не исключаю того, что, возможно, там какая-то соринка может попасть. Поэтому его процеживаем. То есть, если вы используете магазинное молоко, его, в принципе, процеживать нет смысла. Можно использовать, как я уже сказал, пастеризованное молоко, ультра-пастеризованное молоко, и молоко длительного срока хранения для приготовления сыров не подходит. Залили молочком и включаем нагрев. Нагреть нам его надо до температуры 32-33 градуса. Нагрев должен быть плавный, не быстрый. То есть, если вы просто в кастрюле на огне, готовить нельзя. Надо готовить на водяной бане. Водяную баню в домашних условиях сделать очень просто. Две кастрюли. Одна побольше, другая поменьше. Большую помещаем меньшую. Что я говорю? Меньшую поменьшаем. Помещаем большую. И в большую наливаем водички так, чтобы, когда мы туда помещаем меньшую кастрюлю, донышко меньше и касалось уровня воды. Ставим всю эту конструкцию на плиту и получили классическую водяную баню. Так мы получаем плавный нагрев и получаем... Ну, можем более точно контролировать температуру, потому что в процессе приготовления сыра нам надо придерживаться четких температур, как вы знаете. Итак, друзья, залили молочко. Сейчас накроем его крышечкой, чтобы туда никакая туль не садилась. Вот таким вот образом. И нагреваем его до температуры 32-33 градуса. Наше молочко нагрелось до температуры 32 градуса. Нагрелось же, да? Нагрелось. Отлично. Друзья, вносим молочнокислые бактерии или заквасочную культуру термофильную. Рассыпаем нужное количество закваски по поверхности молока и даем где-то минутку регидрироваться. Через минуту хорошенько перемешаем молоко. Ну, собственно говоря, закваску в молоке. Причем надо перемешать именно хорошо, такими движениями вверх-вниз. И оставляем на 60 минут. Закрываем крышкой. Оставляем на 60 минут для активизации молочнокислых бактерий, чтобы они начали активно размножаться и создали нужную кислотность молока. При этом поддерживаем температуру 32-33 градуса. То есть температура у нас должна быть достаточно стабильна, дорогие друзья. Через час, друзья, внесем хлористый кальций и внесем молокосвертывающий фермент. Нужное количество молокосвертывающего фермента мы растворили в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры примерно за 10 минут до внесения. Уносим хлористый кальций, хорошенько перемешиваем и вносим молокосвертывающий фермент. Тщательно перемешиваем и засекаем время. Я включаю секундомер. Нам надо определить точку флакуляции, то есть точку начала образования сгустка. Для того, чтобы определить точку начала образования сгустка, используем капроновую крышечку от молока. Естественно, ее тоже тщательно продезинфицировали кипятком. Помещаем ее на поверхность молока, она совершенно спокойно крутится. И время мы засекли. Каждые 5 минут проверяем. Нам надо найти тот момент, когда крышечка прилипнет к поверхности молока. Мы вам покажем. Это и будет точка флакуляции или точка начала образования сгустка. Итак, каждые 5 минут проверяем, крутится ли крышечка. Через 20 минут мы имеем вот такой вот эффект. Крышечка полностью прилипла. И видите, она как на резине. Я ее прокручиваю, она возвращается назад. Значит, начал формироваться сгусток. Теперь нам надо определить время полного формирования сгустка. Коэффициент или мультипликатор для этого сыра будем использовать 3,5. То есть, 20 минут прошло. Умножаем на 3,5. И получается 70 минут. Итого, еще 50 минут. Поддерживаем температуру 32-33 градуса. Накрываем опять наше колье, если говорить правильно, наш сгусток крышкой. И ждем, пока он полностью сформируется. После этого приступим к порезке. Через 70 минут порежем сгусток. Термометр пока удалим отсюда. Естественно, проверим сгусток на чистое отделение. Получается, делаем разрез. Раздвигаем его. Если ничего к ножу не прилипает, значит сгусток готов. И вот таким вот образом ножичком режем его. С интервалом где-то 1 сантиметр. Разрезаем весь сгусток. Вначале в одну сторону. И потом пенебедикулярно. Также с интервалом 1 сантиметр. Чтобы у нас получились вот такие вот вертикальные брусочки. Как вы видите, сейчас я нарезаю. То есть не надо мерить линейкой. Плюс-минус 1 сантиметр, 1,5 сантиметра. Где-то получится чуть толще. Где-то получится чуть тоньше. Это не проблема. Вот так вот. Нарезали сгусток по вертикали. Опять накрываем его крышечкой. Засекаем время. И даем отдохнуть ему 5 минут, друзья. При этом, естественно, температуру поддерживаем в пределах 33-32-33 градусов. Через 5 минут, дорогие друзья, порежем сгусток по горизонтали. Если у вас нет лиры, то берем нож и вот так вот его по диагонали начинаем разрезать. Но у меня есть такая вот прекрасная лира. Поэтому я его порежу вот таким вот образом. Чем меньше у нас будут кубики, тем суше получится сыр. И вот так вот. Вот так вот. И еще вот так вот. Я думаю, этого будет достаточно. Теперь, поддерживая температуру на том же уровне, начинаем время от времени перемешивать сгусток. Перемешиваем аккуратно. Если у нас остались большие кусочки, можно вот так вот шумовкой об бортик кастрюльки разрезать. Как видите, тут большие кусочки есть. Их теперь разрезаю. То есть наша задача его не раскрошить сейчас, а именно просто помешивать. Помешиваем раз где-то в 3-4 минуты, чтобы он не слипся. И эта процедура у нас продолжается в течение 20 минут. Вот таким вот образом. Через 20 минут порезанный сгусток уже оседает. И теперь нам надо поднять температуру до 37-38 градусов. Подъем температуры должен занять до 15 минут, то есть достаточно быстро. Включаем нагрев и продолжаем помешивать наше сырное зерно в течение 15 минут, чтобы достичь нужной температуры. Поднялась температура, вот сейчас 37 градусов, как раз отлично. Поддерживаем такую же температуру 37 градусов и продолжаем в течение 10 минут. И каждые 2-3 минуты перемешиваем зерно, чтобы оно не слипалось. Оно уже у нас достаточно липкое, друзья. 10 минут перемешивали, зерно уплотнилось. Теперь надо, чтобы оно осело на дно и потихонечку начинаем сливать сыворотку. Температура у нас 37 градусов. Единственное, что сливать буду через... Через такую... Ага, через эту штучку не буду. Лариса, дай мне дурш-лещер, пожалуйста. Здесь он где-то. Ага, есть. Сейчас все упадет. Друзья, я на грани катастрофы. У меня сейчас все упадет. Будет грандиозный пол. Наша задача слить сыворотку, ну, фактически до уровня зерна. Вот так вот лучше это делать через дурш-лачок. Почему? Потому что здесь часть зернышек у нас чик в дурш-лачке и остается. Сыворотку сливей, зерно начинает уплотняться. Сейчас его надо посолить. Берем примерно 2 столовые ложки. Вот так вот. Солим наше сырное зерно. И хорошенько перемешаем. Видите, оно начинает уже потихонечку слипаться. Ну, как пахнет вообще божественно. После посола можно выкладывать зерно в форму. Ну, таким вот образом. Лучше это делать шумовкой. И если у вас нету такой перфорированной подставки, то просто берете, ну, любой поддон, любую мысочку, ставите дренажный коврик, чтобы сама форма не плавала в сыворотке. Которая стекает с зерна. И таким вот образом выкладываем зерно. Немножко его приминаем, уплотняем. Ну, собственно говоря, этот сыр должен самопрессоваться. То есть, прессовать мы его, естественно, не будем. Он у нас сейчас будет... Вот мы его выложим в форму. Он у нас будет отдыхать. Будет повышаться кислотность сыра. Сейчас расскажу, как это будет происходить. Просто немножко выравниваем, но сильно его там не трамбуем. Остаток зерна, который у меня оставался, я просто откинул на друшляк. Или на друшлаг. Друшлаг будет правильный. Выравниваем все это дело в форме. Вот у нас такая штука получилась, друзья. И оставляем его самопрессоваться на час. Через час надо будет сыр перевернуть в форме. И, собственно говоря, давайте мы его перевернем через час на камеру. Я сейчас расскажу, что будет происходить. Мы оставляем наш сыр при комнатной температуре на ночь. В течение... То есть, именно при комнатной температуре. Не в холодильнике, а просто в комнате, где температура 18-22-23 градуса. За это время будет повышаться кислотность сыра. Он будет самопрессоваться, будет уплотняться и будет повышаться кислотность. А завтра мы приступим непосредственно уже к плавлению. Но мы в любом случае покажем через час, как мы его перевернем один раз. Переворачивать достаточно всего лишь один раз. Через час, друзья, перевернем наш чечил. Ну вот, просто я не буду особо заморачиваться. А вот так вот его переверну. Не хочется попадать. Вот так вот. И пусть дальше стекает. То есть, у меня вот эта вот дренажная поверхность, он постекает так час. Прошу прощения. Через час его переверну опять и оставлю до утра. А утром займемся уже приготовлением непосредственно косички. Итак, дорогие друзья, наш сыр... Ну, повышалась кислотность, прошли сутки. Посмотрите, какой он красавчик стал. И теперь разделим его на нужные нам кусочки. То есть, половина сыра у нас останется. Мы его пока плавить не будем. И из одной четверти сыра мы сделаем непосредственно косичку. И из одной четверти сыра сделаем сырные палочки. Допустим, сделаем с красным перцем. Да, Ларис? Да. Покажем, как делать. Значит, что мы сделали? Мы взяли плитку и нагреваем на ней воду, так, чтобы температура воды была 80-85 градусов для плавления сыра. Лариса одела текстильные перчатки и сверху резиновые перчатки. Это делается для того, чтобы можно было в этой воде, ну, чтобы не обжигать руки, собственно говоря. Вот такая конструкция из двух пар перчаток, она позволяет достаточно терпимо работать. Ну, конечно, приятного мало, но достаточно терпимо работать с такой горячей водой. Также мы приготовили емкость с холодной водой, для того, чтобы после плавления остудить сыр. Нужное количество сыра, которое мы приготовили, ну, вот, из которого мы будем что-либо готовить, но в данном случае классический чечил будет, косичка. Помещаем в горячую воду и ждем где-то минуты 3-4, пока он начнет плавиться. Я разделю еще по половинке, чтобы у нас были косички тоненькие. Ага, то есть на одну косичку порцию берем сразу же, да? Ну, мы волокна сначала будем делать, а потом уже формировать косички. Ну, вот, Лариса уже делала чечил именно, ну, вот, в виде косички, поэтому я просто не присутствовал при этом, поэтому и задаю вопросы, как мы будем делать. Видите, сыр очень хорошо плавится, моментально он начинает в горячей воде, просто превратился в такую вот жвачку, хорошо пожеванную. В течение двух минут Лариса вот так вот разминала сыр, и он полностью, ну, видите, какой он стал эластичный. Теперь надо его начинать растягивать. Сейчас Лариса нам покажет, как это делается. Ну, сначала просто вот так вот формируем волокнистость, скажем так, так, чтобы у нас косичка была с тоненькими волокнами. Ну, вот так вот растягиваем. Если остывает, уже перестает тянуться хорошо, надо опять окунуть его в водичку. Вот сколько ты там делаешь? Раз 10-15 или больше? Ну, я думаю, что раз, около 10 раз будет достаточно. То есть, ну, это сугубо для того, чтобы, ну, я же говорю, были волокна у косички. То есть, чтобы он был не просто такой однородной колбасой, так сказать, а были тоненькие ниточки. Ну, да, она же, сам чечил, он волокнистый. То есть, вот даже, допустим, отделяешь от самой косички одну штучку, ну, вот эту сыринку, ее потом можно разделить на волокна. Ну, собственно говоря, что я рассказываю, друзья? Наверное же, все пробовали косичку. Ну, и теперь начнем формировать наши ниточки, так сказать. То есть, делаем вот такую вот дурочку внутри, хорошо окунаем. Это публик. Да. Ну, и вот таким вот образом. А он слипнется теперь? Ну, если его не нагревать, то, в принципе, он уже не слипнется. То есть, вот эти вот у нас полосочки. А, так вот это и будет сами косички? Я думал, что его надо наделать кучей этих полосочек, потом сплести из него косичку. А оказывается, все так просто. Ну, вот мы вот так вот тянем до тех пор, пока оно у нас... Ну, вот все, оно уже начало подостывать. Я думаю, что этого уже достаточно. И дальше мы опускаем в холодную водичку. А косичка? Ну, а потом будем плести косичку. А, так все-таки косичка потом плетется. Да. Они разделятся сейчас, да? Вот, все, смотри, видишь? Ага. Ой, надо поближе сюда к камере. Или сейчас... Ну, давай вот здесь вот покажем. Вот, смотрите, друзья, какое волшебство вообще. Ну, реально разделяются на вот эти вот волокна. И никогда бы не... Я думал, сейчас Лариса будет лепить несколько... Ну, вытягивать по отдельности. Каждую веревочку отдельно. А оказалось, все достаточно просто. И оно вот так вот потом разрезается. Можно сразу сформировать там длину, которую нам нужно. Можно потом отрезать. То есть, вот делишь на, так сказать, на вот такие вот волокна. Сейчас его подровняем. Ты немножко помочь еще чуть-чуть? Да, конечно, как? Просто вот тут вот подержать. Держу. Потом... Сейчас я еще одну сторону немножко разделю. Какой класс! Видишь, он такими ниточками тоненький. Вообще супер! Волшебство, реально! Ну, и теперь плетем косичку, вот как мамы, дедкам плетут. Класс какой! Смирная косичка получится! Ну и хорошо! Кошку очень интересует этот вопрос. Что там болтается такое? Видите, друзья, как все просто. Я реально приготовился к тому, что у нас... Ну, немножко натягивай ее, а то у тебя как-то надо толстеть начало. Толстеть! Да. Я приготовился к тому, что вы сейчас будете долго, нудно, как-то все это делать. А оказалось, все достаточно просто. Не все так сложно. Да. Лариса на золотые ручки, вы видите, что делают? Сейчас ты его там завязываешь как-то, да? Да, тут одну ниточку просто берем и немножко вот так вот подтягиваем, и все, она завязалась. И все, смотрите, какая красота получилась. Ну, давайте сейчас еще вместе сделаем вторую. Точно так же, друзья, вторую порцию. То есть вот порционно нарезали кубиков готового сыра и начинаем его плавить. Опять-таки плавим несколько минут. Сейчас, как только слипнется в тесто, я опять включу запись и будем показывать еще раз, как все просто делается в Ларисыных волшебных ручках. Вот таким вот образом складываем порядка 10-12 раз, чтобы сформировать волокнистость. Пока Лариса складывает, я расскажу, естественно, нам сыр надо будет засолить. Для этого готовим, если нет готового, готовим 20% раствор поваренной соли. Берем килограмм неедированной соли, растворяем в 4 литрах воды, доводим до кипения. После этого охлаждаем, получав получившийся соляной раствор, у нас получится насыщенный соляной раствор. Охлаждаем его, обязательно процеживаем, потому что в соли всегда попадается какой-то мусор. После этого добавляем столовую ложку 10% раствора хлористого кальция, чтобы у нас сыр не замыливался, так сказать. И чайную ложку уксуса. Дальше, друзья, засолка. То есть все зависит от степени солености, которую вы хотите получить. Если хотите очень соленый сыр, то 4-5 часов. Если средне соленый, то где-то 3,5-4 часа. А если слабосольный, то достаточно будет и 2-х часов засолки. Правильно, Лариса? Да, все верно. Сейчас еще раз хорошо прогреем и будем потягивать. Стараемся, чтобы он не слепился. И теперь вот у нас получились волокна. Теперь мы разрезаем их. Берем в холодную воду. Можем в холодную, да, чтобы она не слепалась сильно, скажем так. Потому что первый раз ты ее сразу же охладила. Держим. И мамону косичку. Опять образовались у нас такие ниточки тоненькие. Но они ниточки как бы и вот в самом чечиле, когда готовый чечил грызешь, в нем эти ниточки присутствуют. То есть все у нас как раз очень правильно образовалось. Таким вот образом, друзья, заплетаем косичку и в конце его завязываем. Ну, кстати, той полосочкой можно будет и завязать. Отдельной полосочкой оно проще завязывается. Оно захватывает тогда все наши полосочки в один жгут, скажем так. И все у нас будет красиво. Завязываешься? Да. Ну, таким вот образом, дорогие друзья. А теперь приготовим сырные палочки и вмешаем в них острый перец. Топили сырное тесто и вмешаем в него теперь острый перец. То есть мы используем турецкий перец. Он такой не мелкомолотый, а вот такой вот листовой. Ну, не листовой, как бы хлопьями. Насыпали горку просто на это и начинаем вмешивать. Таким вот образом перец, как видите, окрашивает сам сырок. Можешь его немножко растянуть и вот показать, чтобы было видно. Сейчас сильно немного. Ну вот, достаточно, да. Да, отлично видно. Отлично видно, что перчик вмешался. Теперь второй этап плавления. То есть сейчас расплавим опять сыр, чтобы сформировать необходимые нам сырные палочки. Подплавился сырок. И теперь проводим такую же процедуру вытягивания и складывания. Для того, чтобы получить волокнистую структуру. И вот, чтобы получить волокнистую структуру. Думаю, достаточно. Сейчас он еще тянется. Я сделаю его. И вот, чтобы она слиплась. И потом будет палочка. Да, наслечено охлаждай. Осталось только дорезать наши сырные палочки на нужную длину. Ну вот так, да. Отлично будет. Это будет такая закуска пиву, друзья. Просто потрясающе. Ну эти пусть длиннее будут там. Или раздели на три части. Вот так, да. Совершенно верно. Все, вот такие вот палочки. Да, супер, супер. И сделаем еще одни, дорогие друзья, с зеленью, с итальянскими травами. Точно так же подготовили итальянские травы. Сейчас растопим еще одну порцию сыра. И будем вмешивать туда травки. Естественно, режем на кубики. Точно так же Лариса провела процедуру вытяжения и складывания. Теперь вмешаем в сыр итальянские травы. Интересно, какой будет на вкус. Такого мы еще не делали. С паприкой я как-то где-то пробовал. Тоже мы с паприкой сами именно делаем первый раз. А вот с травами это нам пришла идея вообще в процессе экспромтом. Кстати, еще, мне кажется, очень вкусно будет вмешать тмин. Нужно в следующий раз попробовать. Ну да, кстати. Ну вот и тмин, и, мне кажется, и зиру было бы интересный вкус вмешать. И кинзу именно бубочками немолотую. Вот видите, какой у нас сразу же приобретает зеленоватый цвет такой интересный. Травки распределились. Да, Лариса хорошо вмешала. Теперь надо его расплавить для того, чтобы сформировать наши палочки. И точно так же, друзья, расплавили его. Сейчас сформируем нужную нам... Ну, на самом деле, тут тоже можно фантазировать с этими палочками, с косичками. Ну, как угодно их можно делать. Любой формы. Можно шариками сделать, в принципе. Я, кстати, вот думаю, тоже можно классно сделать шариками небольшими и в чем-то его обвалять. Ну, по типу моцареллы что-то такое, моцареллу с добавками. Ну да. Это тоже самое же получится. Ну, единственное, что если мы хотим в чем-то обваливать, тогда его надо больше посолить, потому что, естественно, если мы соль в чем-то обваляем, мы его уже в рассоле не засолим. Мы можем его сверху присолить. Он тоже напитает в себя соль и будет все вкусненько. В общем, друзья, фантазировать с чечилом можно... Ну, вообще, такая податливая штука, вы видите. Можно такого накрутить. Охлаждаем и нарезаем на нужное нам количество сырных палочек. Итак, друзья, получили вот такие две прекрасные косички чечила и вот такие вот с паприкой сырные палочки и с прованскими травами сырные палочки. Отправляем все ориентировочно, ну, вот мы решили так, 3,5 часа на засолку. После этого проведем дегустацию. Я покажу структуру сыра, расскажу, какой он на вкус. Ну, и, собственно говоря, расскажу еще несколько дальнейших шагов, что можно дальше с этим сыром сделать. На следующий день мы достали наш сырок из соляного раствора. Собственно говоря, просушили его. Вот у меня подписчики говорят, что у меня куча слов паразитов, собственно говоря, и так далее. Я работаю над этим, друзья. Посмотрите, видите, какой он волокнистый. То есть, ну, реально вот он такой, как он должен быть. Этот у нас с паприкой. То же самое волокна. И с прованскими травами. То есть, ну, просто идеальная структура у этого сыра. Сейчас попробуем, что у нас получилось на вкус. Ну, в первую очередь, обычная косичка. Очень классный вкус. И, поверьте, он значительно вкуснее, чем тот сыр, который, тот чичил, который вы можете купить в магазине. Реально значительно вкуснее. Он мягкий. То есть, его не надо грызть. Он вот такой вот очень нежный и очень классный глубокий вкус. Смотрите. Эту косичку, в принципе, вот она так очень вкусная. Ее можно, ну, вот, например, как закуска для пива, к пиву, ее можно закоптить. Но мое личное мнение такое, что, да, коптить при температуре 35 градусов 2-3 часа в коптильне холодного копчения. Ну, холодным дымом немножко подогреваем, чтобы хорошо лег дым. Но мое мнение, что копчение этого сыра, оно полностью забивает вкус самого сыра, самого классического чечила. Да, он выглядит красиво копченый. Мы привыкли к тому, что он копченый, но вот так он значительно вкуснее. Так мы чувствуем вкус сыра. Если мы его закоптим, то мы, соответственно, вкус сыра теряем, а остается только вкус копчения. Ну, теперь попробуем с перцем. С острым перцем. Остренько. Вкусно. Перец дал, ну, это вот турецкий острый перец. Он лепестковый, как вы видели, не просто рассыпчатый. Кстати, можно сюда и паприку вмешивать. Как я уже говорил, можно и тмин. С перцем реально вкусно. Такой, с одной стороны, вкус паприки, с другой стороны, немножко островатый вкус перца. Ну, у них с прованскими травами. Тут, мне кажется, будет просто фонтан вкуса. Ну, кстати, в сыре с перцем, вот тоже, он забивает все-таки вкус сыра и преобладает вкус перца. Поэтому он, конечно, вот классный именно как закуска. Причем, как закуска, ну, допустим, не подводку, было бы очень-очень вкусно, мне кажется, будет. Ну, классический вкус сыра, он немножко отошел на второй план и преобладает вкус перца. С зеленью, ну, с прованскими травами. Тоже, ну, та же ситуация. Очень яркий вкус, очень классный аромат прованских трав. Но вкус сыра отходит на второй план. То есть он не вообще теряется, но он отходит на второй план. Ну, как по мне, тоже отличная закуска. Просто, просто замечательно. Ладно, надо прекращать хавать. Итак, друзья, армянский сыр чечил или чечил с удовольствием представляем вашему вниманию. Как бы, я не утверждаю, что он армянский. Не накидывайтесь на меня с комментариями. Википедия пишет, что он армянский. Этот сыр, на самом деле, готовят в очень многих регионах. Но, то есть я его даже не представляю, как армянский. Но вот в Википедии написано, армянский сыр чечил. Когда я искал информацию, всегда перед каждым рецептом я собираю максимум информации. О том, что мы делаем, как мы делаем, для чего мы делаем, что у нас должно получиться, какой вкус у нас должен получиться. Стараюсь найти видео с промышленного производства, как это делать в промышленных условиях. Ну, результат у нас, на мой взгляд, отличный. Все получилось. Поэтому с удовольствием представляю вам этот рецепт. Если у вас есть, естественно, какие-то вопросы по поводу приготовления, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы отвечаем. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока.